Негативная репутация А вы в курсе, что на Кубани с начала этого года выявили более миллиона литров контрафактного алкоголя? Это на 23 тысячи литров больше, чем в прошлом 2017 году. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. О том, как развивается виноделие в городе Сочи, мы сегодня поговорим с директором департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи Андреем Платоновым. Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте. Рады вас видеть в нашей студии. Андрей Петрович, Кубань – это винный регион, и в Сочи в том числе активно развивается винный туризм. Согласны ли вы с утверждением губернатора Вениамина Кондратьева о том, что контрафакт и фальсификат, они все-таки оказывают влияние на репутацию Сочи? Вы знаете, готовясь к нашей передаче, я даже выписал цитату нашего губернатора, готов ее зачитать. Сегодня мы должны делать все, чтобы репутация курортов нашего Краснодарского края была на высочайшем уровне. Все это как раз ее очерняет, имеется в виду суррогатные вина. Нужно сделать так, чтобы фальсификанта и контрафакта на внутреннем рынке нашего региона не было. Как вот под этими словами, собственно, я так воспринимаю, поручение, это направление, огромный пласт работы, который проводился в нашем регионе. И я так полагаю, будет проводиться еще более активно с тем, чтобы наши жители, наши гости выпивали действительно те материалы винные, то вино, которое приносит радость, пользу и доставляет удовольствие. Да, это правильно. Но вообще винный туризм, как раз такие экскурсии с дегустациями этого напитка, они очень активно развиваются в городе Сочи и по всему краю. Как это направление представлено здесь, в городе? Ну, наш город, он не относится к зоне активного выращивания виноградников. Нет у нас таких площадей, как есть на Тамане, в Темрюке, на Кубане. Вот. И, безусловно, такие объемы выпуска вина, они, ну, невозможны. Вот. При этом и это направление у нас развивается. Есть у нас Адлерский винзавод, который производит достаточно хорошее вино. Есть декустационный зал, и он участвует в развитии вот этого винного агротуризма. Есть у нас еще фирма, усадьба виноградаря, которая находится в Адлерском районе. Там действительно, на мой взгляд, используются, ну, те ноу-хау сочинского региона, которые позволяют, с одной стороны, показывать, как выращивается виноград, показывать, как производится вино, и, собственно, дегустировать это вино. Можно даже принять участие в его изготовлении. Да, можно принять участие. Причем сам агротуризм, вот этот винный, он не ограничится производством вина. Там также показывают наши жители, организаторы вот этого туризма, производство черчелы. Да, это очень интересно. Вот, различных других напитков. То есть, на мой взгляд, вот этот объект на сегодня, ну, собственно, смело можно сказать, занимает первое место в винном туризме. То есть, там есть, найдены новые подходы, как не нарушать действующее законодательство, и в то же время уходить от контрафакта, показывать нормальные напитки. Люди сами делают, сами пробуют, и, собственно, через это действие они начинают понимать вкус этого вина, и, безусловно, отходят дальше от суррогатного алкоголя, подходят ближе к тем маркам вин, которые производятся на территории Краснодарского края. Да, и как раз таки в Краснодарском крае даже действует большая целевая программа по развитию сельского хозяйства, и вот одна из подпрограмм, это развитие виноградарства и виноделия. И губернатор ставит задачу, чтобы создавать условия для закладки виноградников. Ну, вы сказали, что, конечно, Сочи не очень подходит, но, тем не менее, в Сочи какие-то планируются... Сочи не подходит в полном объеме под выращивание винограда, но Сочи как курорт полностью подходит для популяризации вин Кубани, для обучения наших гостей и жителей правильному потреблению правильных винных напитков, вина, понимаете, на рынке присутствует сегодня. И о чем с болью губернатор рассказал, что контрафакт есть, и действительно он присутствует, с ним нужно бороться. И с ним борются. Где-то эффективно, где-то еще надо усилить борьбу. На самом деле выбирает же потребитель. Вот если бы наш потребитель, наши гости курортов, у них было понимание, что нельзя пить суррогатный алкоголь, который предлагают, да, по дешевой цене, да, там где-то на улице, где-то там в каких-то местах, да, нужно заходить в винные специализированные магазины, пробовать это вино, пить и абсолютно не опасаться за свое здоровье. То есть вот этот такой, тот пласт работы, над которым еще нам вместе, и в первую очередь, конечно, со средствами массовой информации, нужно поработать, чтобы поменять мировоззрение. Потому что, ну, приезжают с больших городов люди, отдыхают, и, собственно, если они не будут покупать контрафакт и плохие напитки, ну, наверное, перейдут тогда выпивать, пробовать правильное вино. Ну да, если не будет спроса, то и не будет и предложений, получается. Но знают, что местные виноградари, они планировали представить домашнее вино из местных сортов винограда на краевом форуме сельхозпроизводителей. Удалось ли это сделать? Да, вот как раз вот это вот предприятие агротуризма, агротур Сочи, усадьба виноградаря, представила и виноматериал, вот, представила производные от винограда. То есть, ну, вы понимаете, мы же привыкли, что Чурчкелу у нас такой продукт продают везде, он висит, продают. Значит, на ярмарке Иван Иванович подошел, собственно, оценил, собственно, ноу-хау усадьбы виноградаря. Чурчелла изготовленная абсолютно без добавления каких-то красителей, экологически чистая. Причем наш стенд организовали, собственно, показывали производство этой Чурчелы, как делается вот эта паста, из каких продуктов. И была показана упаковка Чурчелы, то есть, что позволяет, собственно, ну, пыль не попадает, все, она сохраняется с описанием, из чего произведена, срок годности, все. То есть, получился нормальный товарный продукт, который должен быть представлен на рынке города Сочи, это точно. И мы приходим к пониманию, что Чурчелла должна быть завернута, сделана и стать более безопасной и более вкусной для потребителя. Да, это правильно. Домашнее вино – это, конечно, хорошо, если сделано оно по всем правилам. Но вот зачастую квартирные дельцы, желая заработать на продаже и производстве алкоголя неплохие деньги, подвергают здоровье покупателей большой опасности. Уже более 150 таких гаражных виноделов в крае были привлечены к уголовной ответственности. Эти цифры на Краевом совете безопасности были озвучены губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Совбез прошел в Геленджике. Смотрим сюжет и далее вернемся в студию. Сотни литров черного алкоголя ждут своего часа. Это склад временного хранения. По решению суда бутылки и кеги, скорее всего, будут утилизированы. Только на одной геленджикской базе находятся около 50 тонн контрафакта и продукции, которые реализовали без лицензии. Масштабы оценивает губернатор края Вениамин Кондратьев. По мнению главы Кубани, незаконный алкоголь бьет не только по экономике региона. Все это суррогаты. Это есть вот та самая негативная репутация наших курортов, в том числе и, конечно, Геленджика. И сегодня мы должны делать все, чтобы репутация курортов наших, курортов Краснодарского края, была на высочайшем уровне. А все это как раз ее и очерняет. Нужно сделать так, чтобы фальсификата и контрафакт на внутреннем рынке нашего региона не было. И мы должны конструктивно найти меры. И такой алгоритм, который раз и навсегда поставит точку в вопросе суррогата и контрафакта в Краснодарском крае. Всего в курортном городе за этот год изъяли 70 тонн горячительных напитков. Однако это капля в море. По всему региону конфисковали больше миллиона литров алкоголя. Это на 23 тысячи литров больше, чем в 2017-м. Говорит это в первую очередь о качестве рейдов по злачным местам. Но работу все равно нужно усиливать, считает глава региона. Чаще всего суррогат можно купить в небольших магазинах и кафе, где отпускают продукцию на вынос. Тут мнение, что все подобные объекты вне закона. Поэтому хочу отметить, что большая часть это организации, имеющие лицензию. Основным нарушением является реализация алкоголя в розлив на вынос, с которым мы активно боремся. В то же время, под видом таких кафе, недобросовестные физические лица и предприниматели без соответствующей лицензии продают фальсифицированный алкоголь. Откуда основные изъятия. Необходимо увеличить уровень легализации данной деятельности, так как деятельность предприятий, имеющих лицензию, легче контролировать. Вы можете или согласиться с сегодняшним протоколом, или его дополнить. Но так, чтобы на самом деле с вашей ответственностью за выполнение этого протокола. Чтобы мы уже к проблеме фальсификата и контрафака уже никогда не возвращались. Но зона ответственности за результат, конечно, на вас. Иначе мы, коллеги, никогда эту пластинку не сменим. Каждый год мы будем что-то обсуждать, каждый год что-то будем делать. Мне нужны такие действенные меры, которые приведут к результату. У тех продавцов, которые не хотят соблюдать закон, попросту отбирают лицензию в судебном порядке. Кроме работы на местах, закрывать от контрафакта нужно и границы. Ведь больше всего незаконного алкоголя возят на Кубань именно из других регионов. Уже пресекли больше 140 случаев транспортировки нелегального алкоголя. Губернатор предлагает поставить мобильные досмотровые комплексы на постах. Краснодарский край – это лакомая территория для того, чтобы все эти фальсификаты, контрафакты сюда везли. Конечно, есть и местные дельцы, но в большем соотношении его завозят в наш край. Завозят, еще раз подчеркиваю. Но просто так, еще раз подчеркиваю, понятно, что может проскочить. Но в таких объемах проскочить, значит, есть система. У тех, кто его завозит в Краснодарский край. И система работает. Ну все знаем дороги, еще раз подчеркиваю, все знаем дороги, по которым все завозится. Но ничего не делаем. Ну давайте купим МИДК, купим и поставим. В чем вопрос? Вы только предложите действенный способ и нести за него ответственность. Если вам нужно просвечивать фуры, в которых везут по вашему счету контрабанду, если уж на то пошел. Алексей Сергеевич, вот вам поручение, если нужно МИДК, и что подчеркиваю, вот с Владимиром Николаевичем обсудите. И что необходимо, мы все приобретем за счет средств своего бюджета. Это тоже как поручение. И доложить. Такие меры действительно необходимы. Ведь чтобы пройти через существующие барьеры, злоумышленники идут на самые изощренные схемы. Участили случаи перевозки серо-кавказских республик, при содержащей продукции под видом растворов. Смотрите, уже сейчас новая форма под видом растворов для приготовления лекарственных препаратов. При проверке устанавливается, что грузополучателями эта продукция не заказывалась и не приобреталась. А такой спирт оседает в подпольных цехах. 14 таких подпольных цехов выявили только с начала этого года. Проверяют и квартирное производство. В частном секторе живет немало дельцов, которые зарабатывают на этом бизнесе. В суд направлено больше 200 материалов в этой сфере. Больше 150 человек привлекли к уголовной ответственности. Ведь некачественный алкоголь – настоящая угроза здоровью. 20 человек стали жертвами с начала этого года. Действовать нужно сообща. Ведь на кону стоят жизни людей. Необходимо обеспечить надежащие межведомственные взаимодействия. В первую очередь я вижу свою задачу именно в этом. Нужно проследить ту цепочку, о которой вы говорили. В первую очередь это профилактика и работа с продавцами добросовестными на месте, которым нужно дать возможность торговать, нужно обеспечить. И не дать лихоимцам появиться на рынке нашего края. А вторая уже, если не выполняют эти требования, то оно должно жестко пресекаться своевременно, конкретно, чтобы весь изъят алкоголь был уничтожен. Только единый фронт, если мы возьмемся за искоренение этого зла, мы его победим. И никакой не может быть межведомственной разобщенности. Даже близко не может быть. Даже близко. Это общая проблема для всех, кто сегодня присутствует в этом совещании. Кто нас слышит и видит. Общая проблема. Еще раз подчеркиваю, это не только экономика региона. Это здоровье и жителей края, и отдыхающих. И цена очень может быть дорогая. Если у нас будет безразличие, или кто-нибудь выкинет. Только все вместе. Остро стоят вопросы площадок для утилизации некачественного алкоголя. В крае они не предусмотрены, поэтому приходится возить изъятый алкоголь в Волгоград или Астрахань. Но Вениамин Кондратьев ставит амбициозную задачу. Нужно сделать так, чтобы в регионе вообще не было суррогата. Ведь Кубай славится своим производством вина. И этого качественного напитка хватит не только жителям, но и отдыхающим на курортах Краснодарского края. Но между тем, власти Краснодарского края готовы создать все условия для того, чтобы даже небольшие домашние производства и какие-то семейные компании, они выходили из тени. И одна из таких гаражных виноделин первая в России получила лицензию в Тимурюкском районе. У нас есть сюжет из Абрау-Дюрсо. Там прошел всероссийский саммит виноделия. Давайте посмотрим. Местом проведения всероссийского саммита виноделов небольшой курортный поселок Абрау-Дюрсо выбрали не случайно. Кроме живописных озера и гор, здесь еще и тысячи гектаров виноградников. И прямо тут на месте уже 147 лет производят знаменитое на всю Россию шампанское. Краснодарский край – это столица российского вина. Почти половина всего солнечного напитка в стране производится именно на Кубани. Примером для подражания у местных виноделов всегда были итальянские и французские коллеги. Жорж Бланк на юг России из Франции переехал два с половиной года назад. Теперь уже главный энолог Абрау-Дюрсо рассказывает, что решил перебраться сюда после того, как попробовал одно из местных вин. И это ли не признание? У вин Краснодарского края однозначно серьезный прогресс за последнее время. Но так как я больше специалист по игристому вино, то пробую и интересуюсь в основном им. И я могу сказать, что у кубанского игристого вина огромный потенциал. Местные вина реально могут выйти на международный уровень. Хорошее вино на Кубани действительно научились делать. Подтверждают это и результаты международного дегустационного конкурса, который прошел в рамках саммита виноделов. Вина из Краснодарского края стали лучшими в России в пяти номинациях из шести. Но прошедший форум не только соревнования. В Абрау-Дюрсо поднимали самые актуальные темы. Как выращивать больше винограда? Кто поможет с кредитованием? И что нужно изменить в законодательстве для развития отрасли? Прозвучало предложение создать федеральное агентство по виноградарству и виноделию. По мнению участников, оно должно объединить регулирование рынков винограда и вина. Вы знаете, мы все разделены. Даже если те же самые владельцы, то юридические лица все равно разные. Потому что так выгоднее сегодня. Выращивать виноград и отдельно производить вино, потому что там лицензирование одно сельского хозяйства, другое лицензирование намного более сложное – Росалкоголь и регулирование. Здесь нужна какой-то специальный орган, по нашему мнению, который бы все-таки занимался и реестрами виноградников, урожаями вина, контролировал качество вина, потому что и, собственно, проводил лицензирование производства вина. Идею поддержал и губернатор Краснодарского края как главного винодельческого региона страны. Безусловно, Росалкоголь и регулирование должно контролировать и регулировать, но крепкие алкогольные напитки. А вино сегодня нуждается в развитии и продвижении. Поэтому, конечно, должен быть создан тот орган, который будет способствовать развитию и продвижению вина, в том числе, самое главное, на нашем российском рынке. Надежды виноделов и виноградарей сейчас возложены на новый отраслевой закон, который рассматривают в Государственной Думе. Несмотря на то, что споров по нему немало, положительные результаты все-таки есть. Впервые появится в законодательстве федеральный упрощенный порядок лицензирования. Предлагается сократить лицензионные требования в три раза. В новой редакции законопроекта содержится лишь 12 оснований, 12, для отказа в выдаче лицензии. Причем для крестьянских фермерских хозяйствах издали только 8. Чаще всего это так называемые гаражные винодельни. Обычно небольшие семейные производства, где нет масштабных конвейеров и огромных виноградников. Зато напиток получается эксклюзивным и по качеству может быть даже лучше, чем у крупных компаний. Гаражная винодельня семьи Узуновых из Темрюкского района первой в России получила лицензию. Работают там всего три человека. Авторские вина получают прямо во дворе дома. По краю возим сами. На своей машине развозим по кафе, ресторанам, магазинам. Мы с торговыми сетями не работаем, потому что у нас маленький объем. То есть, может быть, сети бы с нами и хотели работать, и мы хотели бы работать с ними, но у нас очень маленький объем. На саммите звучали мнения, что гаражные виноделы, наоборот, портят имидж всей отрасли, делая некачественный продукт. Но чтобы защититься от этого и нужна лицензия. Власти Краснодарского края готовы создавать условия, чтобы небольшие производства выходили из тени. Но право на рынок должны иметь все. И малые предприятия, и большие. А дальше потребитель сам проголосует рублен. Мы сегодня уходим в понятие элитных вин, которые в звуке тонинные, менее тонинные, пахнут смородиной. Мы говорим про то, что нужно приучить россиян к вину. Ведь принцип человека вкусно или невкусно, нравится или не нравится. Вот здесь нужно занять этот сегмент качественным вином и тем вином, которое будет нравиться. В конечном счете, вся отрасль работает на то, чтобы был доволен покупатель. И здесь очень важно дать потребителю возможность отличить хороший продукт от плохого. Один из таких инструментов – минимальная стоимость бутылки вина, которую давно пора ввести, считает Вениамин Кондратьев. У нас уже на все есть минимальная стоимость. И на водку, и на иные крепкие напитки, даже шампанское, имеют минимальную стоимость. А вот бутылка вина, она не имеет минимальной стоимости, что, естественно, выбрасывают на рынок, именно выбрасывают то вино, которое не то, что не длежащего качества его, просто и пить порой опасно для здоровья. Те люди, которые сегодня пьют вино, тоже нуждаются в том, чтобы они пили качественное вино, а вино за 50 рублей бутылка или 60, ну, качественным быть никак не может. Саммит виноделов, конечно, бы не был в полной мере таковым без выставки дегустации. Лучшие кубанские, крымские, ростовские вина могли попробовать все, от прожженных экспертов до главы региона. Тут действительно понимаешь, виноделие – это целая культура, которую в Краснодарском крае активно возрождают. Чего стоит хотя бы реанимация знаменитого завода «Мысхака». Из-за банкротства предприятие не работало несколько лет и запустилось только в этом году. Сегодня честность была тем, кто возродили, и вы уже сегодня развиваете российское и виноградовство, и виноделие. И сегодня оно уже находится на очень высоком уровне своего развития. Я уверен, что основные горизонты, которые вам предстоит взять, расстояние внутреннего рынка, а может быть и уже удержанного рынка, у вас еще впереди. Поэтому активнее, смелее, мы готовы к максимально-восходу поддерживать. Только в текущем году на Кубани заложат 2000 гектаров новых виноградников. И это самый высокий показатель за последние 7 лет. Но даже это, уверены эксперты, не предел. А принимал ли Сочи участие во Всероссийском саммите виноделов, который проходил в Абрау-Дюрсо? И какой опыт, может быть, подчеркнули? Ну, к сожалению, по тем причинам, что я называл, видимо, недостаточное производство винограда в городе Сочи, там-то были те фирмы, те компании, которые производят по нескольку тысяч гектаров у них виноградников, и действительно, они законодатели моды, они законодатели цен на вино, они вправе решать, и они решали, как развиваться виноградарство виноделью на территории Краснодарского края. Единственное, что, на мой взгляд, что можно как-то отрегулировать этот процесс, собственно, понимая, что у нас на территории Краснодарского края уже достаточно большое количество виноградарских и винодельческих предприятий, разных форм собственности, да, помимо Абрау-Дюрсо, есть еще много уже обкатанных. Ну, собственно, хотелось бы видеть вот эти винные дома, которые как агротуризм используются на Тамане, в Темрюке, в Анапе, ну, чтобы они были в Сочи, чтобы их продукция, да, отдельно производят, собственно, мы готовы провести диалог, посмотреть, оказать содействие, чтобы эти компании развивали агротуризм в части дегустации вин, винных залов, использовался в Сочи. За счет этого, я думаю, мы быстрее победим контрафакт и тот алкоголь, который присутствует, собственно, и мешает правильному потреблению вина. Ну, как раз-таки вот на этом саммите виноделов, губернатор Вениамин Кондратьев, он говорил о том, что необходимо ввести минимальную стоимость бутылки вина, чтобы дать возможность покупателю, как раз-таки о чем вы говорили, отличать хороший продукт от плохого. Согласны ли вы с этим мнением, что вводить стоимость необходимо? Ну да, то суррогатное вино, которое конкурирует с правильными винными напитками, оно, безусловно, берет ценой. То есть человек голосует рублем, ну, не понимая, какой вред своему здоровью приносит. Действительно, минимальная цена должна быть обозначена. Я не думаю, что это вызовет какие-то большие сложности у наших производителей вина. Вот, понятно, что дорогостоящее оборудование, которое удорожает винные напитки. Ну, я так полагаю, что есть возможность делать то вино, которое будет отвечать по ценовой политике абсолютному большинству наших жителей, которые приезжают отдыхать. И через это культура потребления вина, она должна улучшаться. Вот от простого к сложному. От простого вина, здорового напитка, да, ну, переходить уже к тем изыскам, когда там уже люди выбирают, что высококачественное, дорогое вино пробовать. Ну, по крайней мере, на праздники точно будут покупать люди хорошее вино, дорогое. Если приучатся пробовать, дегустировать и выпивать те нормальные напитки тех производителей, которые по минимальным ценам будут присутствовать на рынке. Ну, хорошие и качественные напитки, качественные вина будут представлены и на сочинском фестивале вина и сыра. Впервые пройдет в городе такое мероприятие. Насколько такие фестивали, такие форумы, они могут влиять на развитие этой отрасли в городе Сочи? И что вообще будет на этом фестивале? Ну, безусловно, вся выставочная деятельность, ярмарочная деятельность, она продвигает продукты производителей, она несет культуру потребления представленных продуктов питания. И, собственно, она же еще и позволяет, если элемент ярмарки есть, вот кубанская ярмарка, она как раз позволила выставить большое количество малых форм производственных. И жители Краснодара и прилегающих станиц приезжали, и действительно они покупали хороший, качественный продукт. Что касается выставки, которая проходит в рамках гостинично-ресторанного бизнеса, то есть это не отдельная выставка вина и сыра, это пробный шар попробовать освоить это направление на нашем рынке. Вот, безусловно, наш департамент принимает участие, и учитывая, что у нас есть одна компания, Экзарха, которая производит сыр, тоже принимает участие. То есть вот этот пробный шар, он покажет, как будет востребовано вот это направление в этой выставке. И я так полагаю, что это первое, ну, точно не последнее, и на будущий год в рамках развития виноградарства, виноделия, в рамках выполнения поручений губернатора в части импортозамещения. Ну, я думаю, проработаем вопрос Сочи-Экспо, может быть, выделим в отдельную выставку, и тогда уже будем приглашать, говорить, заинтересованные стороны, чтобы провести отдельный смотр вина и сыра, который постараемся провести уже по результатам этого года. Андрей Петрович, спасибо вам большое за интересный разговор. Надеюсь, что все-таки культуру употребления вина благодаря большой работе городских властей, краевых властей удастся привить. Ну, и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова